Огневые испытания российского двигателя РД-191. Самого надёжного ракетного мотора в мире. Температура в камере сгорания достигает 3500 градусов. Это больше, чем даже в печах для обработки тугоплавких металлов. Пять таких двигателей в составе первой ступени отрывают от земли ракету-носитель тяжёлого класса «Ангара А-5». Жидкостный ракетный двигатель РД-191. Последователь кислородно-керосиновых двигателей семейства РД-170, созданных для космической системы «Энергия Буран». Его высота 4 метра, вес 2200 килограммов, развивает тягу в 212 тонн. Не имеющие аналогов камеры сгорания двигателей сердца ракеты создают на Воронежском механическом заводе. Технологии уникальны. Вся процедура почти полностью автоматизирована. На раскатном стане из листа металла получают заготовку, оболочку сопла камеры сгорания, причём без штамповки или сварки. Заготовка из листа с помощью вот этого раскатного стана довильными роликами, двумя довильными роликами. Раскатывается по оправам, которые вы здесь видите. Таким образом, мы из листа толщиной 12 миллиметров получаем заготовки толщиной 6 миллиметров. Такая обработка позволяет избежать даже незначительных деформаций. Точность абсолютная. К тому же, изготовленные таким способом камеры сгорания легче, чем отлитые по традиционным технологиям. А значит, легче сам двигатель, что напрямую влияет на стоимость всего запуска. Воронежский механический завод является единственным предприятием в отрасли, который использует в литейной технологии вакуумные печи для получения точных деталей. В цехах Воронежского механического завода производят камеры сгорания для двигателей «Ангары» и двигателей РД-181. Их покупают американцы для носителя «Антарес». Российские ракетные технологии открыто признаются лучшими в мире, несмотря на санкции и политическое давление. Жидкостный ракетный двигатель РД-181. Давление в камере сгорания 262 атмосферы. Температура в камере сгорания 3500 градусов Цельсия. На ракету «Антарес» американские конструкторы пробовали ставить двигатели собственной разработки AJ-26. Но после аварии «Антареса» с кораблем «Сигнус» ракета взорвалась на старте. От этой идеи отказались. Контракт с Россией был подписан в декабре 2014 года, в момент очередного политического противостояния. Воронеж. Один из ведущих центров ракетно-космической промышленности России. И производят здесь не только камеры сгорания, но и двигатели целиком. В среднем 40% объема производства Воронежского механического завода представляют собой двигатели ракета-носитель «Протон». Это двигатели второй и третьей ступени. Значит, на вторую ступень мы делаем четыре двигателя, так сказать, одинаковых. На третью ступень делаем один двигатель, который обеспечивает вывод космического аппарата на околоземную орбиту. В этих цехах созданы 40 модификаций жидкостных ракетных двигателей. Инженеры и конструкторы завода получили более 700 авторских свидетельств и 200 патентов. Многие технологии, изобретенные десятилетия назад, зарубежные конкуренты до сих пор не могут повторить. Двигатель 11Д-55 разработки КБХ – это самый совершенный, самый надежный, самый технологичный двигатель, который устанавливается на третьей ступени ракета-носителей «Союз», «Прогресс». Понятно, что с ним осуществляются все пилотируемые пуски. Это двигатель тягой 30 тонн. Сейчас трудно поверить, что в конце 20-х годов прошлого века предприятие основали для производства сельскохозяйственной техники. Очень быстро его перепрофилировали для создания авиационных двигателей. Особая необходимость возникла во время Великой Отечественной войны, когда на заводе начали собирать моторы для ночных бомбардировщиков по два. Уже в 50-х Воронежские механические становятся одним из ключевых предприятий космической промышленности. Стояли у истоков по полету «Гагарина». И первый двигатель третьей ступени, который использовался еще при полете «Гагарин», был в том числе изготовлен и с участием Воронежского механического завода. Первый пуск с нового российского космодрома «Восточный». Один из двигателей «Воронежцев» на третьей ступени ракеты-носителя «Союз-2.1А». Время работы всего 250 секунд. По земным меркам немного, но в условиях космического полета нагрузка колоссальная. Двигатель 11Д-55, производство Воронежского механического завода. Масса порядка 400 килограммов, тяга двигателя 30 тонн, давление в камере сгорания 69 атмосфер. На этих видеокадрах, сделанных бортовыми камерами ракеты-носителя «Союз», момент отделения второй ступени и начала работы воронежского двигателя. Когда двигатель начинает работать, душа трепещет, учитывая, что твоя доля труда в этом двигателе заложена. Понятно, каждый двигатель занимает свою нишу в работе изделия в целом. Но смотреть его как свой собственный двигатель – это неправильно. Смотреть надо за работой полностью ракеты на всем этапе ее полета. Поэтому, начиная с пуска, мы все с волнением переживаем любую секунду, в том числе и те секунды, в которые работают наши двигатели. Двигатели, испытанные сотнями успешных пусков. Сердце российских ракет-носителей – «Союза», «Протона», «Ангары». А теперь инженеры и конструкторы Воронежского механического завода мечтают создать в этих цехах двигатели для полетов к Луне и даже Марсу. Возможно, ждать подобного задания осталось не так уж и долго.